То есть не сплю. Спишь, спишь, все вы спите. Действительность все не так, как на самом деле. А я давно предлагал установить для новичков поясняющие таблички. Восхитительная система ловушек и препятствий. Мелкие на каждый день и для каждого. Крупные, для времен и цивилизации. То есть не сплю. Спишь, спишь, все вы спите. А кто такой Архал? Он главный у медведя? Нет. Он главный у медведя? Нет. Как будете объяснить? Мы сами по себе постоянно скатываемся к поражению. Когда кажется, что все пропало, еще шаг и медведь погибнет, появляется некая сила. Не отсюда. Так или так? Не помню. И все разворачивается в победу. Вот это и есть Архал. Он все будет правильно. Видно, нас там безмозглых и чумазых шибко любят. Раз в последний момент присылают Архала. Ну рассказывай, ладно ли за морем иль худо? И какое в свете чудо? Одни сплошные чудеса. Употребить до начала битвы и конца. Просрочно. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Иеговы и против помазанника его. В дни тех царей Бог небес установит царство, которое никогда не будет уничтожено или передано другому народу. Это царство разрушит все те царства и положит им конец. И только оно будет существовать вечно. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. И они собрали царей на место, которое по-еврейски называется Армагеддон. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Употребить до начала битвы и конца. А кто такой Архал? Он главный медведи? Нет. Я взглянул, и вот конь белый и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Война нормальность. состояние мира. Привыкнешь. Без войн мы бы давно вымерли все. Как это? А вот так это. В мирное время мы жрем, спим, все в норку тащим. Главное перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиньи. А лечится свинение только войной. Когда она приходит, все расцветает. Живо вспоминаем кто мы и зачем. И снова начинаем слышать волю неба. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли. И чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. И вышел он как победоносный. И чтобы победить. Но все-таки, как думаешь, будет война? Нет, будет борьба за мир. Ну, такая, что камня на камне не останется. Ну, чем богаты? Мы люди не горды. Нет хлеба, подавай пироги. Да какие там пироги? Простых абрикос не едовал. Да что там абрикосы? Хлеба не видел сколько лет. Раз в месяц присылает гуманитарную картошку. Вот и все пироги. Держи. Это что? Это лук. Я знаю, что это лук. Так ешь молча, что спрашиваешь? Просто так? Ну, хочешь, можешь танцуй и подпрыгивай, как пожелаешь. А не побаловать ли нам себя этим прекрасным вечером? Чем-нибудь запрещен? Пирог с сушеными абрикосами. О, не перестаешь удивлять. Ты где такую роскошь добыл? Да, старые друзья. Вкусно. А почему запрещеная? У нас летом их полно. А где это у нас? Ну, внизу, дома. Он что, снизу? Ну да. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Что ж мы тогда разговоры затеяли? Свой привел наш человек. Будущий смыслоносец. Фу. Что ж ты сразу мне сказал? А можно мне еще кусочек? Можно, конечно. Это зачем? Свою захороню. Он тоже любит запрещенное. Все так близко? Ну, ты заставишь. Что будет потом? Малый мир. Такой же. Прекрасный и яростный. Опять все сначала? Разве было по-другому? Никогда такого не было. И вот опять. Скоро начнется. Все готово. Все готово. Не трогайте. Не трогайте. Отдай его мне. Я ему так подключу. Он сказал не трогать. Ничего не понимаю. А кто такой Архал? А кто такой Архал? Он главный медведя? Нет. Не мешай. Я все сделаю сам. А кто такой Архал? Я ему так подключу. Я ему так подключу. Я ему так подключу. Я ему так подключу. А вот спасибо, мил человек. Подсказал, так подсказал. Видишь кошку? Я вижу. А ее нет. Видишь вокруг смысла. И я не вижу. А они есть.